Тверь лучше город земли, конечно. Даже если вдруг моя семья решит куда-то переехать и так далее, все равно это будет то место, где я родилась, это будет моим первым основным домом. Какие еще места в Твери ты обязательно должна посетить, когда здесь бываешь на родину? На самом деле, когда красивая погода, красиво везде. Конечно же, хочется по набережной прогуляться просто в горсаду, потому что красиво оформляют и цветы. Я вообще люблю, в принципе, находиться на природе, я люблю находиться в парках, где больше зелени, потому что если ты много времени проводишь на стадионе, в манеже, в городе, хочется немножко быть ближе к природе, поэтому Тверь это позволяет, вот как раз и наслаждаюсь. Сама заговорила о цветах, можешь сказать, какие у тебя любимые? Белые розы, достаточно банально, но да. В ожидании игр в Токио ты думала о том, что это может быть перелом каким-то в твоей карьере или таким треугольным камнем, как ты к этому вообще относилась? Ну, наверное, к переломным какому-то моменту, конечно, нет, просто я знала, что я была очень хорошо готова, была очень хорошая форма, и я была рада, что я подошла именно к Токио как бы на своем пике. Вот, к сожалению, да, опять-таки спорт это спорт, и никто не ожидал, то есть у меня не было проблем, никогда не болела задняя поверхность до этого, но, к сожалению, что случилось, то случилось. Хотелось, конечно, хотелось медаль, я знала, что в этот раз я могла за нее бороться. Мама сплотнула после твоей ситуации в Токио? Как думаешь? Честно говоря, мне кажется, что они были в ужасе, и больше, может быть, чем я, потому что это родители, и переживают они все гораздо сильнее, более эмоционально. Меня не было рядом с ними в тот момент, но я знаю, как, скажем так, плохо им было, потому что они все это перенимают на себя, и, естественно, как родители, они все это воспринимают близко к сердцу, но я надеюсь, что они останутся, скажем так, на позитивной ноте со мной, потому что я стараюсь весь негатив оставлять в прошлом и за своими плечами очень быстро, закрывая все это в коробочку и двигаться дальше, потому что считаю, что не нужно этот груз, скажем так, не проносить через свою жизнь долгое количество времени, чтобы он, опять-таки, не давил. И просто нужно сделать шаг вперед и двигаться к чему-то дальше. В принципе, вот попробовала уже в своей карьере, в жизни даже, на карьере, сняться в клипе, да, спеть музыкальную композицию, написать книгу. Какие еще сферы тебе бы хотелось вот такие вот одолеть, в кино, например, или в сериале? Ну, мне всегда кажется, что я немножко самокритична, во-первых, очень. Мне кажется, что я не певица, я не актриса, я не творческий человек. Но вот мне сложно, на самом деле, соглашаться на такие, такого рода предложения, которые относятся к творчеству, потому что, ну, мне кажется, что я недостаточно хороша в этом, потому что у меня нету подобающего образования. Но, с другой стороны, если посмотреть, что тебе в руки попадает такое предложение, которое, может быть, никогда больше не поступит, я считаю, что в жизни нужно пробовать все. И если такая возможность есть, то почему бы и нет? Опять-таки, это колоссальный опыт, это абсолютно что-то для меня новое. Поэтому, если вдруг какое-то будет интересное предложение, скорее всего, я, наверное, соглашусь, потому что пробовать надо все.